Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока «Советская литература и искусство в Казахстане в 40-е и 80-е годы». Сегодня на уроке мы узнаем о процессе идеологизации литературы и искусства, кто такие шестидесятники, мы узнаем о творчестве казахских литераторов и о развитии искусства и театра и кино в этот период. Особенностью литературы и искусства в этот период, так же, как и во всем Советском Союзе, будет большая идеологизация. В период с 1946 по 1985 годы культурная жизнь находилась под прессом идеологии. Догма о связи культуры с политикой была основной. Культурное строительство исключало любые проявления научного свободомыслия. Вся жизнь людей была строго регламентирована. И так же регламентировано художественное творчество. Но это не останавливало развитие литературы, живописи, музыки, театра и кино. Главным творческим методом и единственным стал социалистический реализм. Идеализация при украшивании действительности советского времени в соответствии со всеми идеологическими установками являлась ведущими принципами в литературе и искусстве. Литература и искусство служат средством манипулирования общественным сознанием и орудием классового воспитания. Радио и кино способствовали распространению достижений культуры, делая их доступными широким слоям населения, но и одновременно способствовали формированию массовой культуры советского народа. Социалистический реализм – это единственный метод, который был основным и признанным, основной принцип которого являлся партийность, социалистическая идейность, что на практике вело к подчинению литературы и искусства принципам идеологии и политики. Несоблюдение метода социалистического реализма имело следующее последствие. Были проведены множество идеологических кампаний, направленных против тех представителей творческой и научной интеллигенции, работы которых были признаны несоответствующими и не отражающими социалистическую действительность. Их обвиняли в пропаганде буржуазной идеологии, в преклонении перед всем западным, их обвиняли в аполитичности, формализме. Стремление ограничить свободу творчества идеологическими рамками привело к конфликту между властью и интеллигенцией, и возникает диссидентское движение. Диссиденты – иначе инакомыслящие люди, которые имели свою точку зрения на все происходящее в Советском Союзе. Творчество казахских писателей можно разделить на три тематических направления. После военной и последующей периоды нужно было писать о созидательном труде советских людей, нужно было восхвалять героику Великой Отечественной войны и, конечно, говорить об историческом прошлом. Складывается образ современника, героя труда, борца, воина. Это обязательно передовик, новатор, это исторический деятель и патриот. Образ положительного героя за светлое будущее складывается в таких произведениях. Следующие события стали значительными для развития казахской литературы этого периода. В 1949 году была декада казахской литературы в Москве, где была присуждена сталинская премия Мухтару Ауэзову за его роман «Путь Абая». С 1951 по 1956 годы были переведены на казахский язык книги с 20 языков народов СССР и 16 языков народов зарубежных стран. Появляется новый жанр в литературе – это мемуарное творчество. Мемуары героев войны и тыла Буржана Мамушулы, «За нами Москва», «Генерал Памфилов». «Земля поклонись человеку» станет популярнейшим стихотворением Алжаса Сулейменова. Оно посвящено первому полету человека в космос. В 1974 году государственная премия СССР присвоена трилогии «Кровь и пот» Алимжана Нурпиисова. С 60-70-е годы творчество Мухтара Шаханова было переведено на многие языки мира. В 1968 году государственная премия Казахской ССР будет присвоена роману «Кочевники» Ильяса Есенберлина. В 80-е годы происходят реабилитации и возвращение творческого наследия репрессированных писателей Шикарима Кудайбердиева, Ахмеда Бертусынова, Макжана Жумабаева, Мржакыпа Дулатова. После 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза начинается процесс де-идеологизации литературы. Происходит изменение в общественной политической жизни. После разоблачения культа личности Сталина произошла переоценка многих ценностей. Произошедшая вот теперь в жизни страны благотворно сказалась и на развитии многонациональной литературы и искусства. В результате возросла общественная и творческая активность художников слова, которые в своих новых произведениях подвергли суровому осуждению бесчеловечную сущность сталинизма. Возникает течение шестидесятники. Это представители советской интеллигенции, преимущественно художественной и научной. Их идеи и взгляды сформировались во многом под воздействием 20-го съезда Коммунистической партии. Оформилась и окрепла поколение шестидесятников и в Казахстане. Сюда воздет Туманбай Малдагалиев, Мукагали Макатаев, Абишки Кельбаев, Мухтар Магаоин, Дулат Исабеков, Аралхан Байкеев. Литература открывает новые социальные конфликты, в которых правдиво отражается сущность эпохи. Эпохи с раскованной свободной мыслью. Но развитие искусства театра и кино происходило в рамках советского общества. Рекомендовалось освещать грандиозные социалистические преобразования в республике. В это время работает ряд профессиональных театров. Казахский, русский театр драмы, уйгурский театр музыкальной комедии, корейский музыкально-драматический театр, театр кукол, областные театры. В 1952 году в Казахстане в театре драмы режиссер Голубойч поставил драму Мухтара Уэзова Абай. В 50-е годы казахстанское искусство обогатилось созданием уйгурской драматургии. Пьесы появляются о рабочем классе, о просветителе. Широкая известность появляется у театра юного зрителя в Алмате. Мировую известность получают казахские певцы и народные артисты. Бибигуль Тулегенова, Роза Багланова, Куляш Байсеитова. Государственная премия «Казахский сыр» будет присуждена симфонической поэме «Резвангуль» Кужумьярова. В 50-е и 70-е годы было снято около 70 фильмов. Мы видим большой расцвет кинематографа. Но в то же время были и минусы. Шло сокращение сферы применения казахского языка. 95% книг и 70% телепередач выходили на русском языке. Идет процесс русификации. Также можно отметить знаменательные события в мире культуры. В этот период расцветает талант известных певцов Бибигуль Тулегенова, Ермека Серкибаева, бальтмейстера Булата Аюханова. Большую популярность у молодежи приобрели музыкальные ансамбли «Дасмукасан», «Ариран», «Айгуль». Сформировалась группа скульпторов. Были созданы и установлены на площадях городов скульптуры Абая, Джамбула и других писателей и общественных деятелей. Сейчас вы видите Куляш Басиитову. В 24 года она становится популярной и известной во всем Советском Союзе. Это народная артистка СССР, дважды лориат Сталинской премии второй степени. Это первая оперная певица-казашка, которую называли «Казахстанский соловей». Велика роль Мухтара Ауэзова. Он создал знаменитейший четырехтомный роман «Путь Абая». Сейчас вы видите фотографии из жизни Шакена Айманова. Его картины пользовались огромной популярностью. Он посвятил кинематографу более 20 лет своей жизни. Он прошел путь от молодого актера до главного режиссера и художественного руководителя. Кинокартина «Наш милый доктор» принесла ему всесоюзную известность. Сегодня мы с вами узнали об особенностях литературы и искусства в период с 1946 по 1985 годы. И вам предлагаются задания по изученному материалу. Соотнесите события и даты. На этом наш урок окончен. Спасибо за внимание. До свидания.